2020 год точно запомнится россиянам нетипичной теплой зимней погодой. Но если вспомнить зиму предыдущих лет, то рекордно высокая температура для января была отмечена в 2007 году. Тогда, 11 января, столбик термометра поднялся до 8,6 градуса тепла. И вот спустя 13 лет мы видим похожую картину. Только вот в 2007 не было тех последствий, что сейчас. Ведь декабрь не был холодным. В связи с погодой, которая установилась в Татарстане на льду водоемов, появились трещины, промойны и участки открытой воды. А на Казанке вовсе лед начал таять. Подобные погодные условия могут оказать неоднозначное воздействие на реки и водоемы. Это период, который должен быть биологической зимой для водного объекта, когда все гидробионты находятся в состоянии, так скажем, неактивной жизни. Многие находятся в условиях покоящихся стадиях. И, конечно, если длительный период идет теплая погода, то начинается пробуждение, скажем так, спящих, покоящихся стадий развития этих латентных яиц, эфипиумов, так они называются. И вот в этом случае, конечно, это неблагоприятно. Гидробионты – это водные организмы рек, озер, водоемов и болот. Гидробионтами являются, например, планктонные организмы, рыбы, губки, иглокожие, большая часть ракообразных и моллюсков, а также стрекозы, комары и некоторые земноводные. Проблема в том, что из-за аномальной зимы водные организмы начнут развиваться более активно, так как они могут принять зиму за биологическую весну. Как только у нас начинается настоящая весна, хорошее прогревание, температура воды становится выше, скажем так, 4-6-8 градусов, желательно 10 градусов теплой. Когда становится теплым, начинается пробуждение гидробионтов. Поэтому пока нам это не грозит. Пока еще температура достаточно низкая. Поэтому я и говорю, что если это продолжится, я все-таки очень надеюсь на то, что в ближайшее время все-таки придет похолодание. Как и у любого явления, у теплой зимы имеются не только негативные, но и положительные моменты. Во многих случаях в зимний период водные объекты страдают из-за отсутствия кислорода. Потому сейчас пока есть условия. Реки, озера и другие водные объекты получают дополнительный кислород. Но какие последствия нас могут ожидать, если холодная зима не наступит? Ну, если зима не наступит, это значит, что мы не получим весеннего паводка. То есть мы не получим достаточного количества воды весной. То есть если зима будет вот такая малоснежная, теплая, то у нас не будет пополнения водой наших, в общем-то, больших рек. То есть в этом случае мы можем получить снижение уровня воды на водохранилище. То есть теоретически это возможно. Каким будет февраль, пока не ясно. Одни эксперты предполагают, что февраль будет таким же теплым, как и январь. А другие говорят о цикличности природы и возможности похолодания даже после таких аномалий. Полина Романова, Виолетта Басова, Универньюс.